Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Что-то как-то с красными пятнами проснулась. Эта дочь по мне уже поползла. Начинаем новый влог. Так, поехали! Погода у нас второй день. Дождь. Сегодня вот изморозь. Вчера весь день лил дождь. И очень холодный ветер. Вчера прямо аж деревья сносило. Ну, не сносило. Наклонялись сильно. Очень холодно. Ощущается, как два написано градуса. А так на день 7-9. Дождь, пасмурно, холодно. Второй день сидим дома. У нас, кстати, вылез первый зуб в 3,5 месяца. Я в Инстаграм даже фотку выкладывала вчера. Это очень удивительно, на самом деле. Но, как выяснилось по вопросу, у многих деток вылезает рано. Сейчас они ранние. У Ксюши у нее первый зуб вылез в 10,5 месяцев. Здесь в 3,5. И, ну, незаметно. У Ксюши была температура на каждый зуб 39-40 градусов. 3 дня. Вот четко 3 дня. Вот эта вот температура, она ее не беспокоила. Она хорошо, в принципе, спала. Все нормально. Но она была на каждый зуб. А тут... Фу! О! Это Ксюша кашляет. Да, мы чуть-чуть подкашливаем. Осень похолодала. Лечимся, пьем сбор. Фаберликовский. Сегодня понедельник, выходной, потому что выборы были. Ну, как выходной? У нас уроков там тьма. Вот. Но в школу мы не идем. Я вам хотела рассказать один кофейный лайфхак. Кофе Фаберлик. Я его молю сама. И пересыпаю в банку. Лесной орех, кстати, вкусный. Действительно есть. Лесной орех. Вот так вот в баночку пересыпаю. Хотя свеженький, конечно, вкуснее. Но тут тоже все нормально. Каждое утро молоть не хочется, если честно. Завариваю. Это я Ксюша для вас оставила. Она тоже пьет. И то, что осталось, потом я его завариваю в кружке. Либо мы его с вами варим. У нас остается вот такой вот как жмель, да? От кофе. Вот он. И это самый классный скраб для лица и тела. Просто потрясающий. Я вам расскажу, как для лица применять, как для тела. Не выкидывайте, девчонки. Вот сколько скрабов было не перепробовано, лучше кофейного жмыха не работает ни один на самом деле. Как я делаю для тела. Вот у меня здесь для тела уже порция собрана, да? Мы с вами добавляем гель для душа, крем для тела можно добавить, чтобы смягчить. Можно какое-то маслице косметическое добавить сюда. Можно ненужные сыворотки и так далее. Я сейчас для аромата еще хочу добавить дрим терпи. Сыворотки для лица, которые не подошли, девчонки. Вот у меня есть такие. Не то, что не подошли, они уже стоят и срок годности у них заканчиваются. Корейские. Вот тут чуть-чуть осталось. Фокус. Я ее сейчас сюда вылью. Продукты вот так с вами добиваем. А, это тонер даже, это тонер. Для тела это все вообще отнюдь не повредит. Вот сейчас прям всю банку долью. Все, ура, пустая баночка. Как я люблю добивать продукты, девчонки. Вот, что еще можно? Да все, что угодно. Гель алоэ вера. Вот сыворотка у меня из этой же серии. Тоже она давно стоит открытая. Я вот так вот на тело все это дело добиваю. Та же песня для лица. Смотрите, вот для лица у меня здесь даже много. Ну, ладно, хватит. Я беру крем опять, который мне не подошел. Можно опять же с маслами, если у вас кожа сухая, да? У меня жирный вот такой крем от Асана. Не очень бюджетная, кстати, крема. Но вот не зашли на самом деле при постоянном использовании. Сейчас ложечку помою и прямо оттуда зачерпну. Ну и туда. Потому что я чисто вот для скрабов, для таких целей его и буду использовать, добивать. Вот так прям, не стесняясь, зачерпываем. Чтобы опять же смягчить нам с вами этот скрабик. И заодно кожу лица оно питает, да? Тоже можно косметические масла какие-то. Можно и некосметические вполне себе с оливковым добавить немножко. И вот такой у нас с вами скрабик для лица получится. Вот еще на один раз мне хватит этого крема. Вот так с вами продукты подбиваем. Тоже сюда можно и тоник, и сыворотку. Мы же для лица как бы все это делаем, да? Намешали питательный хороший скраб и красота. Я сходила в душ. Единственный минус. Кофе? Кофе. Единственный минус этого скраба то, что он... Потом кругом. Надо хорошенечко сполоснуть ванну. Но это не беда. Потому что эффект обалденный. Кожа невероятно мягкая, гладкая. Вы все прекрасно знаете о полезных свойствах кофе, да? Это антиоксидантный, мощный эффект и так далее. Ну, в общем, я люблю даже слегка оставить на кожу потом всю эту ядреную смесь. Пока там почистить дюбки, постоять в ванной. И так далее. Чтобы вот кожа напиталась этими антиоксидантами, этими полезными свойствами кофе. После такой мешанины нам не нужен никакой крем-лосьон для тела. Потому что она и так безумно гладкая. Вообще супер. Теперь для лица все то же самое. Я не знаю, сейчас получится мне это делать на камеру. Потому что все, наверное, будет падать вниз. Лучше это делать над ванной, над раковиной, да? Я набираю в руку небольшое количество кофе. О, сейчас я на два, девчонки. Чтобы то, что хочет отвалиться. Слушайте, вот то, что я наделала, это раз на десять точно хватит. И потом мы начинаем с вами... Блин, я боюсь сейчас все на пол посыпаться. Круговыми движениями. Вот таким образом по массажным линиям массировать этим скрабиком лицо. Вот таким вот образом. Правда, у меня так много получилось. Оставлю еще раз в душ схожу с этим скрабом. Сегодня вечером. Вот таким образом. Веки я тоже буду скрабировать этим скрабом. Кстати, про Веки много девочек написали, что на протяжении всей своей жизни слышали косметологов и не трогали Веки ни масками, ни кремами, да? Ни скрабами, ни пилингами. И Века, говорит, такой дряблый. Я посмотрела вас. Ну, или не меня, или кого-то еще. И начала делать то же самое. Все на Веки. И Века, говорит, хоть подтянулась и стала нормальной. Так что, девчонки, конечно, все индивидуально. Для кого-то не подойдет такой способ. Кому-то так делать нельзя. У кого-то может быть сильно тонкая кожа и так далее. Но много-много девчонок написали, что после многих лет, наконец-то, Веки стали выглядеть достойно, потому что они тоже начали их хорошо очищать и увлажнять, напитывать масками. У меня все валится, поэтому я сейчас за камерой лицо поскрабирую над ванной. К вам вернусь. Просто красота. Легко слегка покраснела. Знаете, я люблю хардкор. Я так хорошо потерла. Оно невероятно гладкое. Если у вас какие-то шевушениясти не убираются, невероятно гладкое лицо. Вот только после кофейного скраба у меня так. Вообще супер. Так, в волосах чуть-чуть застряло. Теперь нам нужно слегка с вами протонизировать лицо. Кому после такой процедуры крем не нужен, можете не наносить. А я сейчас протонизирую личико и все равно кремушек нанесу. Ибо тоже очень хочу его дать, потому что он мне не нравится. Вот таким образом. Как я обожаю кофейный ход, но делаю редко, потому что мне хочется потом смывать вот это все. Надо почаще. Тем более сейчас кофе пьем каждый день. Оставляй и делайся, пожалуйста. На лицо вообще ушло мало. Там осталось еще полно. На пять человек хватило бы на тело, на целое. Тут нужно-то все, ничего. Боже, какое вот оно гладкое. Класс. Можно еще, конечно, массажик сделать, но мне уже пора кормить мелкую. Я имею в виду аппаратом Хаберлик. Мы сейчас с вами только еще крем для глаз, который я показывала вам Эверин. Девчонки, я забыла, где я его покупала. По-моему, на Вайлберрис. Но я посмотрела, сейчас на Вайлберрис его нету. Там есть только гель. Вот этот вот с железным наконечником, как он, господи, называется. Это Эвелин гипоаллергенный. Но он магнит-косметик, по-моему, точно есть. Гипоаллергенный мультипитательный крем для кожи вокруг глаз. Лифтинг эффектум. Вот так. Можно прямо куглить. С зеленой такой вот наклеечкой, бирюзовой. Вот я его сейчас нанесу. Мне очень нравится. Крем для век это вообще такая долгоиграющая вещь. Такого объема, мне кажется, мне на полгода обычно хватает. Уход у нас сегодня своим классом получился. Всегда после кофе кайфую. Так это такой релакс. Массажик глаз хотя бы сделаем. Вот. Все. Мелко там дремит в шезлонге. Старшая в ожидании, когда я освобожусь, мы пойдем с ней делать уроки. Сейчас мы этим и займемся. Кровати все заправили. А малышка дремит в шезлонге. Сейчас проснется и как раз надо кушать будет. Покормим ее. Будем их рад. Ну все. Очень советую вам попробовать вот так делать. Клафе. Не нужны туда неподходящие сыворотки, продукты, крема. Кремы. Кремы. Заливать. Будет вам счастье, девчонки. Ни один магазинный скраб не заменит. Спасибо за комплименты по поводу цвета волос. Да, мне самым нравится вот этот вот розовый отлив, скажем так. Непонятный розовый отлив. И когда я волосы помою, они у меня как мочалка. Потому что я их, естественно, пожгла, и вы это все знаете. Но я не нарадуюсь фену. Не нарадуюсь. И вот в комментариях Верочка, у которой тоже свой канал, она профессионально отучилась на мастера по волосам. Я не буду, как правильно там это у нее называется. Она профессионально этим занимается. Она специалист. И она сказала, что половина дела, ну, как непонятно, 90% состояния волос зависит от фена. Вот так, девчонки. Я никогда об этом не знала. Она сказала, да. Особенно, когда есть поток холодного и теплого воздуха. И вот в данном случае, как вот так мой фен чередуется, она сказала, что это вот самый идеальный вариант для волос. Никогда бы не подумала, что 90% здоровья волос, да, у нас с вами зависит от фена. Оказывается, да, потому что я это вижу. Ладно, все, пошла к малышке. У нас диктант. Сидим, стараемся, да? Они выводят. 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 Решили с Ксюшей приготовить блинчики. Здесь у меня три яйца. Раньше делал по четкому рецепту. Сейчас, честно говоря, все на глаз. Три яйца. Соль. Наверное, пол чайной ложки. И, по идее, должна быть, наверное, ложки-две сахара. У меня сахара в доме нет. Сахар зам, мне не охота растворять. Поэтому я добавила сюда две столовые ложки мёда. Мы сейчас всё это дело перемешиваем как следует. И добавляем тёплое молоко. И я развожу молоко пополам с водой. Молоко из холодильника, поэтому я к нему долила просто горячей воды. И вот так всё это дело вливаем. Размешиваем то, что у нас получилось. И потом уже муку. Муку я добавляю на глаз для нужной мне консистенции. Почему тёплое молоко? Потому что до комочков не будет в блинах. Тонкие блинчики. Сделаем сейчас разную начинку. По-моему, у нас была и бельчонка, если не ошибаюсь. Сейчас поищем. Творожный сыр у меня есть. Я очень люблю творожный сыр, селенина. Начинка. Ещё нам нужно подсолнечное масло, девчонки. Подсолнечное масло где-то 3 столовых ложки. Я на глаз всё лью просто всё. Вот так. Они так получаются более эластичные. Муку в последнюю очередь просеиваю через ситечко. Сейчас покажу, какое. Ситечко ещё Ксюша брала. Прикорм, когда проводила. Вот. Сейчас через него просею сюда муку. Буду смотреть постепенно. Когда мне консистенция устроит, значит всё. Вот такая получается консистенция. То есть достаточно жидкая. Фокус, ты в те. Алло. Разогрела сковороду. Налила масло. Наливаю первый раз. Потом больше не наливаю на всё, что это есть. И вот таким вот образом. Ложечка уже, в принципе, считай, мерная. Наливаем на сковороду. Сковорода уже разогрелась. Одной рукой не очень много. Не, я обычно делаю половника. Нет, здесь маловато. Надо половник всё-таки доставать. Ждёшь, да? Одной рукой не ровно. Обычно, когда двумя руками, я сразу распределяю ровно. И получается ровный блинчик. Они получаются очень тонкие. За счётом масла они не рвутся такие вот хорошенькие. Такие блинчики. Получается, потом не заворачиваешь что душе угодно. Достаточно плотненький таким. Впервые я уже завернула себе творожный сыр. Вкусно. Будет со сгрущёнкой. Когда включаешь оптическую стабилизацию, почему-то страдает качество видео. Но оптическая стабилизация у меня есть. Но, чтобы не тряслась у вас камера, потому что я хожу, да? Но страдает почему-то качество видео. В общем, вот так я и заворачиваю. И она сейчас придёт молотить. А я с творожным сыром, с вот таким зеленью. Хохланд в магните на акции был. Две банки взяла. По 69 рублей, по-моему. Я ещё люблю, знаете, что? Потереть колбасу на тёрке. Обычную докторскую, ну типа вязанка молочная. И сыр на тёрке. Добавить сметанки или чуть-чуть майонезик. И тоже заворачивать в блины. Конечно, не совсем ПП. Точнее, вообще не ПП. Но очень вкусно. Вот именно колбаса или ветчина, потёртая с сыром, в блинчики вообще объедение. Очень любят. Вот я три блинчика, осталась у сгущёнок. Сейчас будем её звать. Ксюша! Котёночек! Блинчики готовы! Закрой грудь свою голую. Вот он. Садитесь, пожалуйста. Ваше любимое блюдо. Ой, Ксюонечка! Я тебе уже сгущёнку заправила в блины. Видишь? Сейчас идут. Кушай. Приятного аппетита. Спасибо. Хотела вам показать, девчонки, ещё пустые баночки. И выкинуть уже их. Опять же, посоветовал Аленке. Ризван попробовал аппантин. У неё, правда, какой-то другой был в магните на акции. Мы брали с Ксюшей. И вот этот шампунь и маска, девчонки, обалденные. Они действительно обалденные. Вот вы сейчас видите, в каком состоянии мои волосы. Последние несколько видео. Это благодаря вот этому шампуню. Да куда же ты катишься-то? И маске вот этой. Интенсивное восстановление защиты кератина. Как бальзам. На 5-10 минут. Нет, она не работает. Вот на 20-30 минут. Вообще классно. Даже без шапочки. Волосы шёлк. Просто шёлк. И несмотря на то, что шампунь тоже у нас с вами, по-моему, с маслами, если не ошибаюсь по составу, вот этот интенсивное восстановление, он не утяжеляет волосы, промывает их хорошо, но в то же время не спутывает. Они очень после него мягкие. У кого волосы нормальные, подойдёт один вот этот вот просто шампунь. Где тот состав у нас? Вот, ну кому интересный состав. Да? Мне очень понравилась эта серия. Я обязательно буду брать себе ещё для моих сейчас убитых волос. Вот это вот тут подходит. Прям много-много силиконов. Красота. И вы мне советовали, кто-то из девчонок, из фикса, вот этот роксерутин для ног. Это тонизирующий, охлаждающий кель. И он действительно крутой. Здесь, правда, очень маленький объём. Я не помню, сколько он стоил. По-моему, 77 рублей. 50 миллилитров. То есть это маленький такой тюбичек. И хватает его всего на несколько раз. Но он действительно охлаждает и снимает усталость с ног. Но я не могу сказать, что он лучше венотоника. От Фаберлик. Не могу вот сказать. Поэтому я попробовала. Он классный. Он действительно достойный. Кто не пробовал, попробуйте обязательно. Он есть, кстати, в фикс-прайсе доставки. И вот эти вот средства для волос. Прямо у кого волосы повреждённые, очень хвалю. Сейчас хотела сделать заказ в фикс-прайсе в магазине. Потому что погода плохая. Ехать туда неохота совсем. Хочу вам сказать. Фикс-прайс обнаглели. Просто обнаглели. Я уже корзину набила, потом такой хоп, доставка. И доставка, и даже самовывоз у них 199 рублей. Простите, вы обалдели вообще? Я даже сначала оформила. Потом думаю, да ну нафиг. Как-нибудь потом съезжу, актуальные новиночки уже куплю и для вас сниму. Представляете, 199 рублей. Даже если самовывоз. Мне кажется, фикс-прайс обнаглел. Я отменила заказ и дописала им причину того, что я его отменила. Они там спрашивают, да, что касательно именно доставки. Поэтому ничего. Пока без фикс-прайс, девчонки. Ну, на этом влог свой буду заканчивать. Надеюсь, он был вам интересен и полезен. Если это так, обязательно ставьте лайк. Прощаюсь с вами до следующих видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Берегите себя. Осень, холодно, дожди. Субтитры сделал DimaTorzok